Прошлый выпуск почти полностью был посвящен Fender, и мы готовы двигаться дальше. Кстати, уже началась выставка NEM 2018, и примерно через месяц-полтора на канале X-Muse начнут появляться выпуски и оттуда. Следите за обновлениями. Стенд Epiphone. Это по сути гитара Gibson, хотя до 1957 года компания была самостоятельная, а основана была аж в 1873 году скрипичным мастером тогда еще Османской империи. Вот такая забавная историческая справка. На стадии компании был, наверное, самый обаятельный представитель из всех на этой NEM, доктор Уилл Джонс, профессор эпифонологии. Сначала доктор показал серию арктопов Master Build, электроакустический гитар с выпуклым корпусом, как у скрипки, и прорезями F-ами или обычными круглыми резонаторами. Это, по сути, перевыпуск старых, популярных еще в 30-х годах моделей, но в новой обедке и с новой же электроникой. Эти гитары сделаны из пяти кусков дерева, накладка из эбони, остальное из клёна. Колки воспроизведены из классических образцов 1940-х годов, причем передача крутящего момента увеличена по отношению к оригиналам, а значит, чтобы натянуть струну, нужно меньше оборотов. Все гитары этой серии полностью сделаны из настоящего дерева, никакого нанесения сверху деревянной текстуры, но еще бы за такую-то цену. Хотя доктор утверждает, что для такого качества переизданных с винтажа инструментов ценник очень даже демократичный. С другой стороны, стенда также оказались акустики, но более традиционные, которые можно видеть и в русских магазинах. Эти инструменты уже с ламинированием, а не из цельного дерева. Коллекция Pro 1. Впервые в истории гитары созданы для того, чтобы играть было проще. Громкое заявление. Кажется, такое мы уже видели в прошлом выпуске на Stand Defender. Узкий гриф, лады джамбо, уменьшенная мензура, небольшой вес, пьезодатчики Fishman, анкерный стержень, который можно регулировать с двух сторон, колки с соотношением передачи 18 к 1. Опять же, крутить надо меньше. Кстати, не кажется, что значок эпифона очень напоминает советский серп и молот. Я ни на что не намекаю, просто забавная личная ассоциация. Далее, несколько электрогитар. Серия SL очень интересна своим просто нижайшим ценником в 99 долларов. Рекорд для гитар из настоящего дерева. Как эпифон без убытков для себя умудряется продавать эти инструменты по такой цене? Ну, это их проблема. Главное, что их качество очень высокое на эту сумму. Вот этот мужик с интересной мимикой с YouTube канала 60 Cycle Hum поиграл на данных веслах и делится опытом. Я детально осмотрел гитару и качество сборки оказалось очень солидным. Звучание, конечно, не высший класс, но через наушники и не особо понятно реальное положение дел. Гриф хорош, волчков на нем я не обнаружил. Колки не самые качественные и ход у них не очень плавный, но строй держит хорошо. Бридж тоже неплох, мизинцы можно достать до ручки громкости, как на классическом страте. У гитары небольшой вес и лежит в руках приятно. Два сингла типичного формата, хотя кажется, что звучки типа Lipstick смотрелись бы лучше в контексте дизайна этого инструмента. И тем не менее, однозначно своих 100 баксов такие гитары стоят. Чуть поодаль стоят модификации уже известных моделей. Les Paul Special VE с новой раскраской, Les Paul Studio LT с новыми звучками и цветом. Модель Jopassa Emperor 2 с эпифоновскими звучками Pro Bucker, аналогами гибсоновских Burst Bucker, который в свою очередь суть калька с классических пафов. Также тут есть фиксированный Бридж и Биксби. Далее модель Wildcat с фиксом и Биксби. И подпискуха гитариста Bring Me The Horizon Ли Малиа. Эксплорер, вышедший ограниченной серией. Приписка Outfit означает, что инструмент поставляется с жестким кейсом. Следующий ряд. SG Special VE также получил новый цвет, как и Les Paul. Pro 1 Explorer это набор а-ля все в одном для новичков. Имеет встроенный тюнер, в комплекте ремень, кабель-медиатор и мини-усилитель, и кабель Rocksmith для подключения гитары прямо к USB порту. Это что-то типа игры Guitar Hero, но там был свой контроллер, лишь отдаленно напоминающий реальную гитару. А с этой штукой можно подключать любой инструмент и играть в игру с его помощью. Кстати, хороший подарок гитаристу на день рождения. Дальше по плану у нас стенд Kissel. Это бывшая компания Carvin, которая произвела значительный ребрендинг. Kissel – фамилия семьи основателей Карвина. А само оригинальное название Carvin произошло от словослияния имен старших сыновей – Карсон и Гейвин. Сейчас же ключевыми лицами в компании являются Марк Kissel, отец-основатель, и Джефф Kissel, его сын, принимающий самое непосредственное участие в делах фирмы и участвующий в создании новых моделей гитар. Carvin всегда славился своими необычными и очень привлекательными дизайнами инструментов. При этом это были чисто американские гитары за вполне адекватный ценник. Дело в том, что компания свою продукцию распространяла напрямую, а не через цепочку посредников. Собственно, в этом смысле ничего не поменялось. Так как негде, в общем-то, заценить инструмент, то после покупки дается 10 дней, если что-то не нравится – организуют возврат. Правда, для России это не актуально. Слишком уж долго идет пересыл. Гитары Carvin, помнится мне, распространялись в России через сеть магазинов Музыкальный Арсенал. Но эти инструменты не пользовались большим спросом, по крайней мере, в России точно. Может, с Kissel'ем все будет иначе. Kissel просто поражает своими боевыми раскрасками и необычными моделями. Выглядит очень современно, хоть я и встречал людей, которым это слишком режет глаз. Но неудивительно. Кислотно-зеленый или ядовито-фиолетовый цвет – это на любителя. Итак, серия Crescent. Как вам вот такой волнистый товарищ? По-моему, выглядит очень привлекательно. Работа самого Джеффа. Он разрабатывает подобные уникальные дизайны. Данный инструмент имеет выпуклую верхнюю часть корпуса. У него не сквозной и не вклеенный гриф, а нечто среднее. Он доходит аж до бриджевого звучка, но при этом сам бридж и бриджевый звукосниматель крепятся к корпусу, а не к центральному куску, как на сквозняке. Звук остается как у гитары со вклеенным грифом, но при этом есть доступ к верхним ладам за счет отсутствия традиционной большой пятки. Для современных шреддеров, много времени проводящих в верхних позициях, это то, что нужно. Джефф Кисель называет этот вариант Set Through – нечто среднее между Set Neck – вклеенный гриф и Neck Through – сквозной гриф. Третий распространенный вариант, к слову, это Bolt On – гриф привинчен к корпусу болтами. Crescent переводится как полумесяц, и, собственно, вот он в линиях гитары. Отсюда и название. Эти гитары есть с шестью, семью и восьми струнами, с фиксированным бриджем или тремоло, а также в мультимензурном варианте. Вот семи струн с очень природными, если так можно выразиться, текстурами и мультимензурой. От 25 дюймов на шестой струне до 27 на первой. Дерево в этой гитаре очень пористое, за счет этого звук становится более мягким. Та же самая полусквозная полувклеенная конструкция, накладка сделана из редкого лунного эбена, или эбони, как часто называют. Серия S.H. уже более традиционная вклеенка, но с пустотами по всему корпусу инструмента. Хорошо пойдет для джаза. Шесть или семь струн на выбор. Серия Solo имеет раскраску прямо-таки диска. Цвет называется «Черное золото». На обратной стороне этих гитар можно заметить скос, опять же для доступа к верхним ладам. И вновь в вариации шесть, семь или восемь струн, мультимензура обычная. А вот это подписуха Алана Холсворта, очень необычно звучащего гитариста, рекомендуется к ознакомлению. Культовый товарищ, который нас покинул весной 2017 года. За счет своего экстравагантного внешнего вида хорошо впечатывается в память. Имеет очень крутое тремоло «Хипшит кисель», которое хорошо передает вибрации струн к корпусу, надежно держит строй и легко поддается замене струн и обслуживанию. Аллан был очень доволен этой штукой. Есть вариации с одним или двумя хамбакерами. Здесь у нас сигнатура Грега Хоу, Джейсона Беккера, Криса Леджфорта. А вот, зацените какой вкусный цвет. Просто праздник. На стенде английской компании Blackstar, большую часть сотрудников которой, что интересно, составляют бывшие работники Marshall, ключевым продуктом был усилитель HT Venue MK2. Модель MK1 в предыдущие 5 лет хорошо продавалась, так что были собраны отзывы и выпущены обновления. В целом усилитель типичный. Три канала, режим 10 или 100 Вт, три лампы EL34-212AX7, ревер, эквалайзер, два овердрайв канала. Есть еще ручка ISF, которой можно регулировать серединку, делая звук более английским или более американским. В зависимости от трека можно настраивать эту ручку так, чтобы гитара не конфликтовала с вокалом, например. Вот то, что Blackstar называют американским клином. Он достаточно яркий и резкий. И вот звук с перегрузом. Кроме того, на стенде стояли три небольших комика. Series 1, лампы КТ-88, наиболее хайгейновые из трех. Artist, лампы 6L6 и Artisan. Классические британские лампы EL34. Это минималистичные, но все равно ламповые аппараты. Мастер громкость, ревер, тон. А на Series 1 есть еще и вышеупомянутая ручка ISF. На стенде MXR сидел колоритный бородатый мужик и показывал разные педальки. Hello, how are you doing? MXR, кто не знал, компания изначально бывшая самостоятельной, но позже приобретенная другой небезызвестной в гитарной среде компании Dunlap. Первый интересный аппарат здесь это аналоговый дилей Carbon Copy Deluxe с красивой светящейся нотой в центре. Это расширение функционала уже имеющейся модели Carbon Copy Analog Delay. Фишкой тут является то, что есть возможность иметь два дилея в одном, переключаясь между ними одной кнопкой. Имеется ввиду, что мы переключаемся между двумя, по сути, пресетами. Как правило, у гитаристов по две педальки дилея. Одна с короткой задержкой, а другая с более длинной. Максимальная длина задержки 1,2 секунды. Кнопка Bright переключает характер звука задержки на более яркий. Кнопкой Tap, как водится, можно натапать нужный темп. Сейчас бородач играет с дилеем в духе U2. Но после переключения на другой пресет, все настройки меняются. И получается этакая слэпбэк эхо в духе рокобиле. В общем, это два аналоговых дилея в одном. Также тут есть встроенные модуляционные эффекты. Нота в центре позволяет вам выбирать соответственно какой длительности задержку вы хотите получить. Четвертые, восьмые, шестнадцатые, с точкой, без нее. Можно подключать также внешнюю педальку Tap'а и даже педаль экспрессии, чтобы регулировать разные параметры. Дальше показывали бустер, основанный на MXR Micro Amp и Dunlop EcoPlex. Но ощутимо меньший по размерам. Вроде ничего сверхъестественного, но бородатый восхищается, как маленький ребенок. Дальше. Overdrive Double Special, сделанный при участии Джоба на массы. Это затюнингованный Tube Screamer Ibanez TS808. Ручка тона, громкость, уровень драйва, эквализация на 500 Гц. Педаль разделена на два овердрайва слева и справа центральной переключалки. Просто дизайн таков, что кажется, мол, это все ручки для одного овердрайва. А по сути, два одинаковых овердрайва, между которыми можно переключаться. Причем включать их можно как в параллельном режиме, так и в последовательном. Во втором случае мы получаем более мощный перегруз. Справа от этой серебристой педальки еще две из той же серии Way Huge. Ну и наконец, тут есть миниатюрная вау-педалька Джимми Хендрикс Мини Crybaby, если вам не хочется таскать с собой еще одну здоровую и тяжелую коробку. Компания Додарева всем известна как производитель струн и всяческих гитарных аксессуаров. Вот уж кому никакое падение продаж электрогитар, о чем говорилось в предыдущей части этой серии видео, не страшно. Беспроигрышный вариант, расходники постоянно всем нужны. Хроматический тюнер CT20 с четким цветным LED дисплеем, яркости которого достаточно даже при дневном свете. Форм-фактор здесь вытянутый по вертикали, так что при настройке, в отличие от большинства тюнеров, риски двигаются вверх-вниз, а не влево-вправо. Точность настройки очень высокая за счет нового чипа. Дальше новые медиаторы серии Acrylux, сделанные, как видно из названия, из акрилового пластика. Который, как говорят, достаточно устойчив к стиранию. Дешевые стрэп-локи Dual Lock, которые работают поверх обычного ремня. Сначала надевается он, а затем сверху производится фиксация этими стрэпами. Помимо всего прочего, в желудок над отверстием можно зафиксировать и гитарный кабель. Тут супер-мегапрочные ремни с баллистическим нейлоном, хорошо выглядящие и никогда не рвущиеся. А вот ремни, у которых обе стороны лицевые. Выбирайте по настроению. И гибридный ремень, сделанный из переработанной кожи, безопасной для окружающей среды. Гибридным же он называется потому, что на обычном кожаном ремне нужно подстраивать высоту, продевая конец в разные отверстия и выбирая подходящие. А тут вот такой совмещенный вариант. И последний продукт тут это стальные клинья для удерживания струн на акустических гитарах. Зачем стальные? Да чтобы никогда не ломались, как это бывает с деревянными или пластиковыми. Кстати, есть полезное видео, где рассказано про шесть разных способов вытащить клинья. Оставлю в описании к ролику. А теперь внимание, очень забавный экземпляр. Педаль S-Drum от Digitec. Этакий барабанщик под контролем гитариста в формате педали. Кажется, что неудобно всем этим хозяйством управлять во время игры и динамически подстраивать биты, однако... Смотрите, как это работает. Жмем кнопку и набиваем. То есть программирование происходит прямо с гитары. Верхние струны для бас-бочки, а нижние для малого. При нажатии на нижнюю кнопку, ногой можно перемещаться между разными вариантами груба. Причем это не просто роботизированный барабанщик, не просто драм-машинка, а аппарат с солидной долей человечности, если так можно выразиться. Эта функция обычно называется Humanize, причем происходит очеловечение в данном случае на лету. Для начала педаль калибруется. Мы показываем ей, какие струны отвечают за бочку, а какие за малый барабан. И вышеуказанным способом задается ритмический рисунок. Ну а варьировать более тонко груб можно с помощью крутилок в верхней части педали. Вот такой вот классный барабанщик, играющий ровно и без пререканий в любое время дня и ночи. Перед вами простой латвийский парень по имени Илья и стенд компании Game Changer Audio. Plus Pedal это сустейнер по типу пианинного, который позволяет любому мелодическому инструменту задерживать подлительности ноты, как если бы вы нажимали на педаль фортепиано. Это действительно работает очень прозрачно и плавно. На передней панели есть 4 регулятора, они перед вашими глазами. Blend это громкость. Rise и Tail аналогичны функциям Fade In и Fade Out, то есть плавное нарастание и ослабление громкости. А сустейн это магическая кнопка, которая звучит очень по-разному в зависимости от других настроек. Вот так педаль звучит в обычном режиме. Небольшой Fade In и Out, сустейн по серединке. Берем аккорд и задерживаем его нажатием на педаль. Теперь будет звучать вне зависимости от ходного сигнала, пока нажата педаль. И можно сверху играть. То есть с помощью такой педали можно создавать себе как бы аккомпанемент. Изначально педаль умела только это. Согласитесь, не супер сильно впечатляет. Похоже на лупер. А теперь другой режим, более психоделичный. Далее можно подключить футсвич, который при активации будет блокировать сухой сигнал и выдавать только обработанный. Твин Пикс получается, для тех, кто в теме. Илья говорит, что пришел из мира блюза и никогда не дружил со всякими компьютерными плагинами и обработками. Поэтому ему проще сжать на железке, чем тыкать мышкой по экрану. Ну, на вкус и цвет. Он также сообщает, что именно в сочетании своих возможностей эта педаль аналогов на рынке не имеет. Кроме всего прочего, тут есть еще и петля эффектов. Она проходит через механизм сустейна, так что можно задерживать и обработанный педалями сигнал. Тремоло. Гармонайзер. Ривер. Ну просто садись и пиши в саундтреке. В общем, классно, что сказать. Название компании претенциозное, и после пласт педал ребята собираются и дальше делать всякие мозговзрывающие классные штуки для музыкантов, которые любят поэкспериментировать. Хайват. Это усилители наряду с Маршалл и Вокс в 60-е годы прошлого века сформировали звук зарождающегося рока. Хайтон же это своего рода ребрендинг, позиционирующийся как наследие легенды. На стенде этой компании были представлены несколько комбиков и голов с кабами. Конечно же, все полностью ламповое и с претензией на винтаж. Вот в этой модели явно видны, так сказать, черты древности. Черты старых Маршаллов и Воксов. Например, вот это деление на каналы Brilliant и Normal, или целых 4 дырки в секции входов. Небольшое пояснение для тех, кто всегда такое видел, но не понимал, как работает. Два входа вертикально слева – это канал Brilliant, или Bright, как он называется во многих старых усилителях. Два входа вертикально справа – канал Normal. Канал Brilliant Bright звучит искристо и ярко, как следует из названия. Много верха. Нормал же имеет этой самой яркости меньше и звучит более жирно. Входы сверху имеют меньше сопротивления, высокая чувствительность, а входы снизу – большая. Низкая чувствительность. Так можно получать желаемый звук в зависимости от того, мощный у вас выходной сигнал с датчиков хамбакеров, или вы играете в какой-нибудь телекастер с синглами. Уровень гейна каналов регулируется ручками Brillwall и Normalwall. Общая же громкость вот этим мастером слева. И теперь главная неочевидная фишка. При вот таком соединении мы получаем возможность смешивать оба канала в зависимости от соотношения ручек громкости каналов. Это еще и способ объединить несколько секций усиления и получить больше гейна. И это действительно древняя и уже ставшая классикой жанра схема. Ну вот, теперь тайной для вас больше таковой не является. Ну и возвращаясь к хайтонам. Вот так звучит олдскульный малогейновый аппарат Low-Watt Lead. А вот это голова Custom Low-Watt. Самый настоящий звук Дэвида Гилмора из Pink Floyd. Усилитель ручной сборки прямиком из 1970-х. Говорят, что для него почти все детали делаются в США. Кроме тех, которые там сейчас вообще не производятся. В общем, выжали, что могли, как говорится. Видите, те же самые четыре входа слева. А тут нам видны все хендмейт кишки. Напоследок остановимся на стенде Пиви. Это чисто американские гитары, имеющие очень узнаваемую форму. Они идут по пути к кисель-гитарс и стараются максимально оставить производство в Штатах. Посмотрим на модель HP2. Очень комфортная и сбалансированная форма. Корпус липа плюс клён. И громкость каждого звучка можно увеличить, потянув ручки громкости и тона вверх. Имеется в виду шаговое изменение громкости. Короче, пора, что сказать. Какой-то мужик даже аж испугался такого зверя. В принципе, сильно много здесь и не о чем рассказывать. Просто посмотрите и, если надо, погуглите более обстоятельные обзоры. Вот и подошла к концу третья часть нашего ретроспективного тура по летней NEM 2017. Как обычно, ваши комментарии, лайки, репосты и просмотры будут только в плюс. И очень скоро выйдет следующая часть из серии. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok